Шесть полос движения по три в одну и в другую сторону. Новые современные опоры освещения, ливневая канализация, которой здесь не было никогда и о которой так мечтали и местные жители, и водители. Все они рассчитывают, что проспект Свободный наконец оправдает своё название. Но в то же время сотрудники госавтоинспекции предупреждают всех любителей погонять по новым дорогам. Инспекторы будут нести службу в усиленном режиме. Движение здесь будет осуществляться отчасти в привычной форме. Единственное, мы видим, что здесь значительное уширение проезжей части. И, соответственно, водителям придётся привыкать к движению по данному участку. Экипажи сотрудников ДПС будут находиться непосредственно в близости к данному участку и будут оказывать помощь водителям в соблюдении требований всех дорожных знаков. Генподрядчики заверяют, что новое покрытие проспекта Свободный прослужит минимум в течение гарантийного срока. А значит, в течение ближайших четырёх лет нареканий к дорожному полотну возникнуть не должно. А также рассказывают, в работе столкнулись со сложностями из-за выноса коммуникаций. Кроме того, из-за жалоб жителей пришлось поменять проект подземного пешеходного перехода. Он появится на улице Красномосковская к 1 ноября. Жители жаловались не только на разрытые котлованы, но и на шум после 23 часов. Строители работали в две смены, чтобы успеть в срок. Несмотря на благую цель, красноярцев не устраивало, что реконструкция мешает их отдыху. О чём они не замедлили сообщить главе города Эдхаму Акбулатову, когда он приехал проверить ход работ. Когда вот это пилят, сверлят, добят, то есть это в 24.00 в час ночи, да, это нормально, так было? Я думаю, что нормально, мне кажется, то, что появилась хорошая... Нет, появилась хорошая дорога, мы очень рады, мы очень рады. Но то, что действительно, мы испытывали дискомфорт, и наш дом, вообще, мы подумали, что он просто сползёт в яму, потому что яма была огромная. В дом ямы не сполз, решения были приняты, поэтому вы хорошо сделали, что нас предупредили. В следующем году реконструкция свободного продолжится. Расширят дорогу на участке между улицами Борьбы и Майерчака. Появятся новые подпорные стены и дополнительный переход от железнодорожной станции до остановки общественного транспорта. Тот участок будет более сложный. Почему? Потому что там работы будут вестись, не прекращая движение автотранспорта. Но движение автотранспорта будет идти по половине полосы, по половине ширины дороги. Начать работы планируется в марте-апреле. Чтобы их не задерживать, до конца этого года проведут переселение людей из домов, которые попадают в зону реконструкции. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова